Всем привет! Меня зовут Мила. Сегодня буду делать ароматизированную чердачную парочку Винни-Пуха и Пятачка. Запекать буду в духовке под специальным соусом и буду разукрашивать красками. Не бойтесь медвежатиную свинину, готовить мы не будем. Мы просто сделаем печеньки и игрушки. Перевожу свои выкройки на белую бязь. Это бэушная простынь и в последний раз она сослужит нам службу. Выкройку вы можете найти в интернете. Просто напишите Винни-Пух рисунок, Винни-Пух картинка. И просто обведите понравившийся вам рисунок. Выкройка готова. После того, как я обвожу выкройки, я оставляю место для входа. У Винни-Пуха это в голове, у Пятачка это сзади. По выделенным контурам я прокладываю строчку на швейной машине. Выставляю стежок 2 мм. Прошила, сделала надсечки в тех местах, где всякие выпуклости, впуклости, чтобы при выворачивании деталька легла хорошо. Вывернула. Дальше намочила наши заготовки водой, чтобы убрать маркер водорастворимый. После этого ручкой без шестера я наметила нужные линии на Пятачке и Винни-Пухе, чтобы потом они не потерялись, и я их разукрасила. Но они у меня все равно потом потеряются. Увидите все в процессе. После этого набиваю игрушки холофайбером, но не сильно туго, чтобы не деформировать личики. Если сильно набить игрушку, получаются они какие-то странные. Я это уже один раз делала, мне не понравилось. Я вам потом покажу целый поднос этих игрушек. Выглядят они забавно. Зашиваю входы для наполнителя и делаю утяжку в тех местах, которые у меня намечены. Когда ходила на ярмарки, выставки изделий ручной работы, всегда старалась сделать Винни-Пухов и Пятачков на продажу. Стоили они недорого, потому что их покупали для детей. И чтобы они расходились, раскупались, я ставила невысокую цену, чтобы дети могли действительно выключить у родителей эти игрушки, потому что они всем нравились. И как-то я, помню, сижу, что-то я вязала, по-моему, не помню. Но проходят родители с ребёнком и малой такой типа «Ой, папа, мама, смотри, Винни-Пуха! Ой, там Винни-Пуха и Пятачки купите мне, Винни-Пуха!» Они такие «Пошли! Нафиг он тебе нужен?» Боже, горе, родители, ну какие вы странные! Вы пришли на выставку изделий ручной работы. Тут для ребёнка просто целая куча соблазна. Зачем вы его вообще сюда притащили? Чтобы испортить ему какие-то минуты его детства, сделать какую-то травму? Ну, это может быть такое, да? Какая-то обида на всю жизнь засесть. Я дала ребёнка у этого Винни-Пуха. Я говорю, на, это тебе подарок. Ну, я не знаю, но мне кажется, подарить ребёнку игрушку — это самое естественное, что мы делаем даже в своей жизни вообще. Ну как можно ребёнку не дать игрушку? Но родители такие «Ой, спасибо, да не надо было, давайте мы вам заплатим!» Я говорю, ой, да спасибо, не надо. Да, я говорю, оставьте себе. Думаю, мне от вас даже денег не надо, просто уйдите, уйдите куда-нибудь подальше. Разные родители бывают. Возможно, мальчик в тот день не заслужил ничего, но я не думаю. Итак, я утягиваю постепенно ножки, лапки. Переднюю лапку у Винни-Пуха я буду утягивать не насквозь, а немножко захватывая холофайбер наполнитель иголкой, чтобы просто её немножко выделить. Она от стяжки немножко как бы углубится туда, вовнутрь тела, и будет хорошо смотреться. Так как игрушки у нас ароматизированные, нам нужно сделать раствор. Раствор делается он, сначала вы кладёте ваниль, потом корицу, кофе растворимый, заливаете это кипятком столовой ложкой. Кофе берёте, чтобы цвет придать. Если хотите тёмную игрушку, побольше кофе кладите, если не хотите, то поменьше. Какао также можно положить. Всё это нужно именно залить крутым кипятком. Скипятите воду и одну-две столовых ложки влейте в этот раствор. Добавляйте там корицы, ваниль так на глаз, знаете, щепотками, пол чайной ложки добавьте, вот так примерно. И я в конце видео покажу вам, как выглядит игрушка, если на неё наносить корицу. То есть там крошки такие коричные получаются. Если вам это нравится, то оставляйте. То есть её нужно либо отстаивать, она вниз осядет, и вы потом тихонечко ложечкой с блюдечка соберёте верхний раствор. Либо, как я вот сегодня процедила, через бумажную салфетку. Но всё равно там чуть-чуть осталось, видать, у меня салфетка порвалась. Дальше добавляете туда столовую ложку ПВА клея, размешиваете и покрываете хорошо игрушку, пропитываете её. Оно не так, чтобы с неё всё текло, когда вы выжимаете. Просто нужно покрыть поверхность. Далее подвешиваете в плиту на решётку и ждёте полного высыхания. Нужно запечь её. Но температуру высокую не ставьте. Я поставила 70. И потом я подходила и всё время за ушко, за ножки трогала, чтобы проверить, высохли ли они. Когда они высыхают, приходит время их разукрашивать. Вы можете такую игрушку, если вы сердечко будете делать, или новогодние игрушки, я вам покажу набор свой домашний. Он у меня украшен в технике декупаж салфетками с новогодними мотивами. Я обязательно покажу вам несколько фото своих давних работ в этой технике. Я раньше очень много этих игрушек делала. У меня духовка всегда вся завешана была ими. Я просто, знаете, частями, как люди печенье пекут, под 30 противеней за раз, а я игрушек вот так вот. Также можно высушить в микроволновке либо повесить на батарею. Это, кстати, совет вам небольшой. Далее нужно раскрасить акриловыми красками игрушку. Можете её даже всю закрасить какой-то краской, если вам не хочется этот коричневый подтон иметь. Но я хочу всё-таки оставить печенюшный такой цвет на них. И, кстати, если вы полностью покроете игрушку краской, это не забивает её запах. Она всё так же будет пахнуть. Если у вас есть аллергена, какой-то из этих запахов, или он вам не нравится, вы его не переносите на дух, но всё-таки хотите разукрасить игрушку и сделать её такую твёрденькую, как небольшую статуэточку, вы можете покрыть её клеем с водой, так же её высушить. Это придаст такой твёрдости ткани и вы сможете её прекрасно разукрасить. Я уже всё разрисовала, всё сделала за кадром. Ну, потому что всё это как бы не 5 минут делается, всё это наслаивается слоями, потому что пробивает вот эта тёмная подложка. И я, чтобы не томить вас долго, не стала всё это снимать, сделала всё за кадром. Ну, разрисовку показывать, ну, а что её показывать? Разрисовка и разрисовка, да? Вот такие игрушечки получаются. Они очень лёгкие, такие плотненькие, они твёрденькие, но за счёт ПВА-клея. Они очень вкусно пахнут, очень. И на ёлке будут очень красиво смотреться. Так, теперь я хотела показать в таком же стиле игрушки вам. У меня есть вот такая ёлка. Она вот сшита тоже из ткани. И здесь декупаж салфетки. Блёсточек приклеила. Это крашеный грецкий орех. Тут пластиковая ёмкость для цветов. Ёлочка на деревянной шпажке залита цементом. Она тяжёлая, она не падает. Слышите по звуку там цемент. Вот. И всё задекорировано, и всё. Здесь мишка. Это я ставлю на новогодний стол. Либо украшаю где-то в прихожей. Ставлю. Ну, такое украшение новогоднее. Классно. Хорошо, что оно тяжёлое. Мне нравится, что оно не падает, никуда не девается. Дальше. Вот тут у меня есть коробка с игрушками. Это вот, которые я говорила. Набор покажу вам. Вот. Вот их открываешь, и они уже пахнут. Вот. Разные. Смотрите. Грибочки тут разные есть. Мишка тут. Это всё ткань и декупаж. Салфетки наклеены. Можно сделать белую подложку, чтобы они ярче выделялись. Но я не делала. Мне вот нравится, что у них такой вот винтажный вид. И они как старые, как будто игрушки выглядят. Вот это, смотрите. У тебя сейчас в камере. Видите, такие крапушки коричневые. Вот это непроцеженный состав так выглядит. Это корица. Вот если вам нравится вот такой вот эффект, то можете его оставить, корицу не процеживать. Можно просто шарики круглые нашить и сделать их. Это краской покрашено. Мне хотелось попробовать. Такая смешная птичка. Невеличко. Сердечки. Много грибочков я сделала. Что мне так грибочки понравилось, когда делать, видать. А вот на год собаки я делала этих ротвейлеров. Он покрашен ещё чёрной краской. Это тоже он запечённый и покрашенный. Птички разные есть. Вот такой петуха я делала. Петушков на ярмарку. Кстати, они у меня там были очень дешёвые. Их разбирали. Очень классно таких петушков. Да и на подарки сделать такие маленькие игрушки. Очень хорошо. Так что вот такие вот можно делать игрушечки. И вешать на ёлочку. И здесь у меня от обуви вот такие пакетики. Ну, потому что чтобы она не отселевала, чтобы они оставались сухие. Такая варежка маленькая. Что-то там большая есть. А может быть, я себе не делала. Я не помню уже. Ну, сапог есть. Наверное, варежки нет у меня. Большой. Человек-печенька. Ну, классика, да? Человек-печенька. Всё. Я с вами прощаюсь. Очень рада была вас встретить на своём канале. Желаю вам в Новом году счастья, здоровья, мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok